Девушки отдыхают Написано, не виделись Условия психиатрических больниц Те, которые я видел собственными глазами Они страшнее тюрьмы, поверьте мне Если был диагноз в диспансере Психоневрологическом То же с этим диагнозом этот человек не мог поехать за границу Допустим, даже по туристической какой-нибудь путевке Он не мог поехать даже в санаторий отдохнуть Тот, кто был признан невменяемым Решался даже тех жалких механизмов защиты Которые были у советского политзаключенного В Ташкенте такая жара, что плавится асфальт Редкие прохожие удивленно провожают взглядом пожилого человека В такое пекло и при галстуке Штатский костюм не может скрыть его военной выправки Быстрым шагом он сворачивает в безлюдный переулок Вдруг, словно из раскаленного воздуха На дороге появляются двое очень крепких молодых людей Необычайно ловко они заталкивают прохожего в машину Водитель резко берет с места Начало 60-х Время хрущевской оттепели Уже вернулись из лагерей и тюрем тысячи политзаключенных Уже хозяин страны Никита Сергеевич Хрущев торжественно пообещал Что новое поколение советских людей будет жить при коммунизме Ветер перемен, глоток свободы Казалось, что вот эта сталинская эра страшного террора Тотального такого террора, она кончилась И теперь наступает новая эпоха Эпоха новых взаимоотношений И что можно обо многом говорить открыто И в общем мы и говорили так более-менее открыто Но мы немного тогда переоценили то время Потому что сталин умер, но, как говорят, дело его еще живое Официальная кинохроника тех лет необычайно жизнерадостна Рекорды труда и спорта Веселые лица людей Изобилие в магазинах В этом шествии к вершинам коммунизма Сначала тихо, а потом все громче раздавались голоса людей Которые называли себя странным словом Диссиденты Происхождение слова диссидент Это вообще религиозное Это раскольник вообще-то Такова и тьма вот Начало диссидентства Это чисто правозащитные действия Многие люди просто не хотели Мириться с произволом И просто кого-то защищали Самый известный диссидент начала 60-х Петр Григоренко Генерал-майор Заведующий кафедрой кибернетики Военной академии имени Фрунзе Заслуженный фронтовик Ордена, звание Большая квартира в Москве Генеральские льготы И вдруг в 61-м Этот сверх благополучный по советским меркам человек Начинает открыто критиковать ЦК КПСС за искажение ленинизма Вдруг выступает на партийном собрании И смеет критиковать высшее партийное руководство После этого с ним никто не разговаривает Его по сути в общем-то выбрасывают из жизни И он делает вывод Он был ленинцем до мозга костей И он делает вывод, что все, что вокруг Это отступление от того, что Ленин в свое время завещал Еще два года генерал Григоренко оставался в военном строю Его только перевели из Москвы на Дальний Восток В 63-м он учреждает союз борьбы за возрождение ленинизма В тайной организации всего три человека Сам Григоренко и два его сына В 64-м генерала арестуют Следствия и суда не будет Только психиатрическая экспертиза Диагноз невменяем С одной стороны, представьте себе Раз он невменяемый, допустим Он же листовки разбрасывал Вместе с двумя своими сыновьями О том, чтобы люди знали Что нарушается заповедь Ленина И что нужно порядок наводить в стране Так вот, с одной стороны, его признают невменяемым И направляют на лечение С другой стороны, Хрущев узнает о том Что его признали невменяемым И возмущаются, как? За ним остается и генеральское звание при этом Не может такого быть Далой генеральское звание То есть, короче говоря, получилось Что его признали невменяемым С одной стороны, вроде бы Лишив его гражданских прав Сказать то, что он думает Таким образом А с другой стороны, его еще и наказали Как человека, который отвечает за свои поступки То есть, более вопиющих нарушений Вообще, просто придумать было невозможно Как человека здорового Генерала разжаловали в рядовые Как сумасшедшего Отправили в ленинградскую тюремную Спецпсихбольницу Через год в 65-м Григоренко выпускают Хрущевы уже свергли Его бывшие соратники из политбюро Грехи бывшего хозяина страны Новая власть брать на себя не хотела Этот генерал Кибернетик и так далее Пошел работать в овощной магазин Грузчиком То есть, с одной стороны, это был протест С другой стороны, это была безвыходная ситуация Генеральского звания нет Генеральской пенсии нет А на что-то нужно жить И действительно, его, по сути, сама система Загнала, в общем-то, в угол При Хрущеве, а потом при Брежневе Диссидентов сажали в лагеря Но не всех Иногда обходились без суда и следствия Специальная медкомиссия Как правило, это были эксперты Института судебной и общей психиатрии Имени Сербского Признавала человека душевно больным Это было принудительное обследование Пациент мог протестовать против экспертизы Убеждать врачей в своей полной вменяемости Все равно, по приказу свыше Диагноз невменяем был ему обеспечен В середине 60-х Западные врачи назвали этот метод Советской карательной психиатрией Чтобы не судить Чтобы не создавать, как бы, трудности для власти Этого человека признавали невменяемым И посажали в психиатрическую больницу Для него это, может быть, было благом И для его родственников Потому что он, как бы, не был преступником А был невменяем Большинство граждан нашей страны Свято верили в гуманность такого решения Народу внушали Человек пошел против советской власти Только потому, что его рассудок помутился Естественно, психически больного не сажают в тюрьму А лечат за государственный счет Советская власть Это так замечательно В Советском Союзе такая блаженная жизнь Что только сумасшедший Может этим не довольствоваться И требовать чего-то еще Каких-то там прав человека В апреле 1969 года Несколько сотен крымских татар Собрались на митинг в центре узбекского города Черчик Митинг разогнали 11 человек были арестованы на месте Через месяц в Ташкенте начался судебный процесс Зал суда охраняли как военный объект Автоматчики у дверей Сторожевые собаки На улице целая армия Людей в штатском и милиционеров Об этом суде подробно рассказывала западная пресса В СССР было полное молчание Закрытый процесс не удостоили вниманием Советские деятели науки и культуры Общественным защитникам захотел выступить Только бывший генерал Грузчик овощного магазина Петр Григоренко До здания суда он не дошел несколько метров Изобращение советских правозащитников к согражданам 7 мая 1969 года В Ташкенте арестован Петр Григорьевич Григоренко Прибывший на судебный процесс По делу 11 участников движения крымских татар За возвращение на историческую родину Григоренко арестовали за попытку Законными средствами помочь крымско-татарскому народу Восстановить свои конституционные права 11 осужденных по этому делу получат лагерные сроки От 5 до 10 лет У Петра Григоренко будет другой приговор Светило советской психиатрии Уже не хрущевской, а брежневской эпохи Во второй раз признают его невменяемой Генерала посадят в психиатрическую спецбольницу Недалеко от Калининграда Здесь все прежние мучения покажутся ему Сущим пустяком Попасть в лагерь, попасть в тюрьму Для диссидентов было гораздо легче Спокойнее, лучше Это часть вашей биографии Хотя и не самая, может быть, светлая Но во всяком случае... А в психиатрической больнице это было страшно Это было страшно То есть я, вспоминая это время Понимаю, что я сам испытывал какой-то страх И мой брат, конечно, испытывал не самые лучшие чувства Когда он оказался в этом заведении То есть это была жесточайшая, коварная очень Метода расправы с диссидентами Политический заказ властей прежде всего Выполняли главные специалисты советской судебной психиатрии Снежневский, Морозов, Луц Диагнозы для диссидентов, такие как реформаторский бред Мания правдоискательства Чаще всего практиковали как раз эти академики медицины Или другой диагноз Так называемая вялотекущая шизофрения Диагноз, изобретенный нашим отечественным Уважаемым психиатром, профессором Снежневским Идея состоящая в том Что вот шизофрения может развиваться так незаметно И так долго, что только он, Снежневский, может это заметить Мне он поставил диагноз вялотекущей шизофрении В 62-м году Я счастлив сообщить, что она до сих пор течет вяло В середине 60-х была создана хорошо отлаженная система Карательной диагностики Психиатрия начала служить власти Для подавления несогласных с этой властью Такой послушной медицины не было даже у Сталина Конечно, и в самых мрачных спецпсихбольницах Попадались милосердные врачи и медсестры Были и надзиратели, которые жалели несчастных людей Передать посылку или письмо от родных Кусок домашнего пирога, пару яблок Могли как раз надзиратели Тайно, с опаской Некоторые из них это все-таки делали Я, в чем-то, артист Нет, Владимир Ромкович, не надо Я понимаю, я умею, я умею Я умею, а вы умеете Иди, пожалуйста, в машине Попуши уже Бывало, что медики отказывались выполнять указания Вышестоящих инстанций Володи Дешуни Например, добрые медсестры делали уколы с водой То, что было в вамповых, они просто вливали в раковину Конечно, не всегда и не везде Но если бы все это выполнялось жестко и до конца Конечно, оттуда бы никто не вышел Но была еще одна служивая категория психушек Здоровенные мужики в татуировках Картежники, пьяницы и садисты Об этих подонках все бывшие обитатели спецпсихбольниц Вспоминают с содроганием Санитары, которых берут, как правило, из уголовников Причем не из уголовников таких Которые, знаете, они что-то сделали у себя на уголовных зонах Они там как-то за ними гоняются Может, мне кажется, долг там не отдают Или еще как-то себя плохо повели И администрация их часто, чтобы выгородить Может быть, они там стукачи свои Их отправляют на всех в больницу Они там санитары У них очень вольготная жизнь Они могут издеваться над заключенными Вот как Бог на душу положит Или чертом на душу положит скорее Крайне редко Но карательная психиатрия все-таки давала сбои Как, например, в истории с Жарясом Медведевым Медведев написал для подпольного самоздата Десяток статей о нарушении прав человека в СССР Особенно властям не понравился его очерк О цензуре советской почты Медведев утверждал, что любое письмо любого гражданина Могли вскрыть сотрудники КГБ 29 мая 1970 года Биолога с мировым именем забрали ночью из его квартиры Его посадили в общую психиатрическую клинику Еще не успели начать лечить Потому что сразу начался такой бурный протест интеллигенции Бурные протесты за границей И поэтому они боялись Они боялись сделать что-нибудь неосторожно В больнице ждали комиссию судебных психиатров из Москвы Которые по накатанному сценарию должны были поставить диагноз невменяем И, как обычно бывало с диссидентами, немедленно перевезти Медведева Из простой психбольницы в тюремную Но шли дни, а комиссии все не было Жареса Александровича навещали совсем другие люди Он продолжал встречаться со своей женой Я мог к нему туда приехать Твардовский приезжал, понимаете, Каверин приезжал Писатели приезжали На высоком таком уровне Как можно начать лечить такого человека К которому каждый день приходят или приезжают Известные люди из Москвы Которых нельзя не пропустить Или к врачам, или к так называемым больному Западная пресса активно защищала Медведева Разгорелся такой скандал, что властям было проще выпустить пациента Калужской больницы Чем принимать ноты протеста 17 июня 1970 года он благополучно вышел из клиники Жарес Медведев своеобразный рекордсмен среди диссидентов Его держали в психушке всего 18 дней Выпустили и больше не преследовали А в 73-м разрешили уехать на симпозиум в Лондон На родину, оттуда он не вернулся Пожилого пациента привезли ночью Сонный злой санитар сразу натянул на новенького смирительную рубашку Вдруг помешает спать А потом точно и жестко ударил старика по почкам Это была прописка Петра Григоренко в Черняховской спецпсихтюрьме На следующий день его начали лечить Так лечили в те времена многих правозащитников Из разряда пыток, скажем, инъекции сульфазина Это такое гипертермическое средство Которое повышает температуру до 40-41 градусов Колит в несколько точек Это совершенно мучительное Они могут связать человека И сделать ему внутривенные вливания После которого он себя почувствует абсолютно разваленный Он не может ни ходить, ни сидеть, ни двигаться У него начинаются страшные переживания Может быть депрессия Чисто медикаментозные Под воздействием медикаментов Если пациент в спецбольнице пытался качать права Или просто не нравился персоналу Его лечили активными средствами Например, электрошоком без наркоза Это страшная боль Человеку везло, если он сразу терял сознание Для подавления воли применялись психотропные препараты Галлоперидол, аминозин Но самые жуткие издевательства не требовали медикаментов Могут зафиксировать, скажем, привязать Койки и месяц человек лежит привязанным Даже оправляться не дают Хорошо, если там в камере есть кто-то еще Человек, который сострадательный Больной, не больной Это даже не так уж важно Но вот кто-то поможет 8 августа 1968 года 8 диссидентов вышли на Красную площадь С протестом против ввода советских войск в Чехословакию Их арестовали и судили Одна из восьмерки, Наталья Горбаневская, была признана невменяемой Наташе только-только исполнилось 22 года Она ждала ребенка Деременную женщину посадили в общую камеру Казанской спецпсихбольницы К уголовникам А кто действительно бывал невменяемым Кто был признаваем невменяемым законно И по медицинским показаниям Ну естественно убийцы Люди, которые совершили убийство с отягчающими обстоятельствами Те, кто убил своих детей Те, кто зарубил топором мужа Или жену Вот с таким контингентом И сажали политзаключенных Часто инакомыслящих наказывали комбинированно У диссидентов это называлось Выборы дважды Сначала человек получал срок в зоне А потом его признавали невменяемым И сажали в тюремную психбольницу Или наоборот Именно так было с диссидентом Владимиром Буковским В первый раз 22-летний студент биолог МГУ Попался за копирование антисоветской книги Для сам издата И получил 12 месяцев тюремной психушки Через год он вышел Но после демонстрации в центре Москвы Против суда над писателями-правозащитниками Даниэлем и Синявским Почти сразу сел снова Уже в обычную тюрьму Сначала его пустили по психиатрической линии В ленинградский спец А потом, когда им понадобилось Он срочно вылечился И оказался уже нормальным антисоветчиком и отщепенцем У него это все перемежалось Сначала белые столбы Потом 3 года тюрьмы Потом опять ленинградский спец А потом уже и 7 лет лагерей И 5 лет ссылки То есть они сами использовали это средство Карательную медицину В зависимости от потребности То есть один и тот же человек Мог быть и сумасшедшим, и нормальным В конце концов Буковского обменяли на лидера Чилийских коммунистов Луиса Карвалана Который после военного переворота Сидел в тюрьме у себя на родине Через несколько лет Уже в эмиграции Владимир Буковский скажет Что по сравнению с психбольницей Белые Столбы И Ленинградской больницей Жизнь в зоне казалась ему легким приключением На родину Буковского не пускали 15 лет Владимир Константинович навестил Москву только в 1992 году И прошелся по местам своей юности Это с виду невинное здание В центре Москвы Окруженное жилыми домами На самом деле Помещается в себе довольно зловещие учреждения Институт имени Сербского Для тех, кто жил в 60-е и 70-е годы в Москве Это название очень хорошо знакомо Там врачи Профессиональные врачи Психиатры Вполне в цивильной обстановке И при неплохом обращении физическом Призмывали здоровых людей больными И отправляли их на многие годы А иногда и навсегда В учреждения уже гораздо менее цивильные На улице И гораздо более жестокие Заключенные лагерей могли выступать Против произвола начальства И беспредела отпетых уголовников В зонах случались прокурорские проверки Редкие и малоэффективные Они все же создавали у зэков ощущение Хоть какой-то защищенности В спецбольницах это было абсолютно исключено Диагноз не вменяем Климу полного бесправия Кто будет слушать жалобы душевно больных людей? К врачу вообще не уводят Вот пишем заявление Вообще к врачу не вызывают Кормят отвратительно Понимаете? Даже никакая собака не будет есть такую еду Которую нам здесь дают Понимаете? Никаких контролирующих органов вообще уже не было Ни прокуроров, которые теоретически обязаны были надзирать За действиями КГБ была и эта должность Правда они не надзирали Но формально такая должность была Ни даже какие-то проверочные инстанции Ни заявления высшие тюремные органы По приговору суда диссидентов сажали надолго Но даже самые большие сроки когда-нибудь заканчивались Эта надежда помогала жить и выживать в лагерях и тюрьмах В советских спецпсих больницах Точно установленных сроков не было Если политзаключенный получал по второй части 70-й статьи максимум Это рецидив 10 лет лагерей и 5 лет ссылки А за государственную измену можно было дать 15 лет и те же 5 То признанного инакомыслящим Признанного невменяемым инакомыслящим Можно было держать вечно О мучениях Петра Григоренко в психушке Чуть ли не ежедневно говорили Радио Свобода, Голос Америки, крупнейшие газеты Европы и США, известные политики В 74-м накануне визита в Советский Союз президента США Никсона Григоренко освободили Диагноз о его невменяемости отменен не был Просто консилиум врачей Решил, что Петра Григорьевича уже достаточно подлечили Григоренко провел 5 лет почти 5 лет с 69-го до 73-го года В тяжелых условиях среди психических больных И конечно он вышел сломленным Потому что он через некоторое время просто уехал в Америку Его взяло на содержание украинское националистическое движение К которому он никогда ни душевно, ни идеологически никогда не был близок Он бросил все и уехал Почти месяц политэмигрант из России отвечал на вопросы врачей Два десятка лучших психиатров США обследовали 70-летнего пациента Григоренко сам попросил об этом американской власти 20 февраля 1978 года Последний день экспертизы Петр Григорьевич ждет вердикта врачей и страшно волнуется Наконец ему вручают специальный бланк комиссии На бланке подписи всех врачей И диагноз по-английски и по-русски Полностью вменяем На следующий день 21 февраля 1978 года Григоренко лишают советского гражданства После эмиграции на Запад Повторную психиатрическую экспертизу прошли Владимир Буковский, Наталья Горбаневская И еще десятки бывших пленников советских спецпсихбольниц Все без исключения были признаны вменяемыми Всех после этого обследования лишили гражданство СССР Генерал Григоренко умер в Нью-Йорке 21 февраля 1987 года Через 6 лет в 93-м по его делу Был вынесен посмертный психиатрический вердикт на родине Это была на моей памяти уникальная совершенно экспертиза И что удивительно, действительно, абсолютно все Вот все, кто входил в эту комиссию Пришел к совершенно одинаковому заключению Что у Петра Григорьевича были особенности личности Но эти особенности личности не выходили за рамки нормы, так скажем Советским психиатрам всегда хватало работы К началу 80-х на психиатрическом учете в СССР состояли 5 миллионов человек В картотеке психдиспансеров попадали за мелкие правонарушения Ссоры с соседями, по доносу старушек из подъезда Или начальника, который не взлюбил подчиненного Участковый милиционер одинаково легко мог сдать врачам психдиспансера Буяна в семье, лохматого советского хиппи, любителя громкой музыки И какого-нибудь тихого чудаковатого старика Поэтому получил такое распространение диагноз «велотекущая шизофрения» Который не требует ясных клинических признаков Многое зависит от диагностика, от врача, который наблюдает и ставит диагноз Держать миллионы сограждан на этаком медицинском крючке было удобно Псердобольных в случае малейшего неповиновения властям Можно было немедленно упрятать в психушку А здоровых припугнуть, в случае чего и вы там будете Чаще за взятки, реже по договоренности с особенно сердобольным доктором Некоторые абсолютно здоровые граждане сами записывались в шизофреники Диагноз освобождал от армейской службы Это была роковая ошибка С таким вердиктом не брали на маломальски приличную работу В институты, техникумы, на курсы автолюбителей Человек становился невыездным Даже на отдых куда-нибудь в братскую Болгарию за свои кровные его не пускали Если был диагноз в диспансере психонекрологическом То же с этим диагнозом этот человек не мог, допустим, поехать за границу Допустим, даже по туристической какой-нибудь путевке Он не мог поехать даже в санаторий отдохнуть Пиковые нагрузки в психиатрических лечебницах бывали дважды в год За пару недель до больших советских праздников 7 ноября и 1 мая Райкомы и горкомы КПСС рассылали главврачам больниц секретные директивы Примите превентивные меры И всех пациентов, которые, так скажем, непредсказуемы могут оказаться в своем поведении Положите на время в больницу Кстати, пациенты к этому привыкли очень легко Они понимали тоже, почему они госпитализируются Они спокойно пребывали в эту больницу Я просто один раз была свидетелем этого Когда только-только начинала работать в психиатрии И сама была удивлена, что это за госпитализация И с чем она вообще связана И мне пациентка сама по себе объяснила Доктор, что вы беспокоитесь? Я за это время с подружками пообщаюсь За это время зубы подлечу И вообще, так сказать, решились массу своих проблем И потом вернусь к себе С началом перестройки диагноз невменяем Перестал быть клеймом инакомыслия Но спецпсихбольницы остались Самая большая в современной России находится в Бутырской тюрьме Здесь ждут обследования убийцы и грабителей Мелкие воришки Семейные дебоширы и хулиганы Все сидят рядом Кто случился? У меня 17 статей 17? Можно только 103, 112, 106? Мне инкриминировали очень тяжелую статью 103 Это убийство без отечественных обстоятельств Я никого не убивал Это все ложь И фальсификация уголовного дела номер 229-165 Следствие доказало Это действительно убийца Теперь от заключения психиатров зависит Куда его отправят В зону или на лечение Большинство ждет обследования в переполненных камерах На тюремном жаргоне В сборках Самая большая удача Камера на 5-6 человек Здесь тише, чище И можно даже делать что-нибудь для души И пока он попадет в институт сербского Экспертиза Пока он пройдет экспертизу Как там решат его Пока он вернется Пока придет определение суда Это задержки идут очень долго Ну полгода это как минимум Чтобы где-то меньше полгода Вся эпопея душевно больного шла Даже при инвалида второй группы Там для третьей группы уже чистый Уже известно, что он состоит Научивайте, там инвалид Ну полгода, 8 месяцев, год Это обязательно пробыть в тюрьме Быстрее попасть на экспертизу В центр сербского Мечта каждого обитателя спецзоны Там на окнах тоже решетки Но по сравнению с бутыркой Жизнь в серпах Так зэки уже лет 80 называют это ведомство Просто райское После тюремной баланды Еда здесь кажется изысканной Просто не белоснежными А обхождение докторов человеческим Пациенты серпов делятся на две категории Первая Это убийцы, насильники, грабители И прочие подследственные Особо тяжких статей Они добиваются диагноза Невменяем Вторая группа пациентов Попадает на экспертизу За менее серьезные преступления Как правило Диагноз невменяем Их пугает После отсидки будет труднее Устроиться в жизни К докторам они относятся с подозрением Какие-то расстройства у вас со стороны психики В вашей жизни наблюдались? Вы сами наблюдали? Ну это уже личное мое дело Ну вы нам как-то не доверяете? Ну почему я должен доверять вам? Ну когда попадаешь к врачу То обычно рассказываешь Вот слушайте Я вас вижу первый раз Ну а доктор А доктор Он в интернете два или три раза пришел и все Все практически Как я могу с ним говорить или с вами Я вас вижу первый раз Вот как я могу вам доверять Психиатрия это тогда Когда человека закалывается Это чисто такая Ну как сказать Если он был вменяем То он через несколько уколов Он будет не вменяем Часто попадаются симулянты Есть большие знатоки психиатрических симптомов Прямо в камере За некоторые вознаграждения Они учат новичков Как себя вести Что говорить врачу В зоне это называется Валять психа Бывает иногда приходят Ну люди Оттренированные Он начинает рассказывать То что Ну прямо по классике Ну принимаем Сверху Слушаем Снова его опросим Идет повтор Ведь болезнь Это патологическое Но все-таки творчество Повторов там не может быть Полковник Юрий Буданов Никогда не жаловался на здоровье Даже после трех контузий Головы на чеченской войне Командир образцового танкового полка Не обращался к психиатрам Первая в его жизни Экспертиза была В 2001 году Когда только-только Начинался самый громкий Судебный процесс Последних лет Буданова обвинили В изнасиловании И убийстве Чеченской девушки Эльзы Кунгаевой Психиатры сначала Признали его Частично вменяемым В заключении экспертов Была оговорка Буданов совершил Преступление В состоянии аффекта И помутнения сознания Потом было еще Три экспертизы В них участвовали специалисты Центра имени Сербского И независимой психиатры Предпоследняя экспертиза Признала полковника Буданов Вообще недееспособным Лучшего командира Недееспособным То есть слабоумным Когда мы Категорически сумели Опровергнуть доводы Этой экспертизы Мы фактически Выручили полковника Буданова Намного постыднее было бы Для всех Чтобы лучший командир Танкового полка Был слабоумным Изначально Три года подряд Буданова признавали То душевно больным То здоровым То лечили в психбольнице То возвращали в тюремный изолятор 31 декабря 2002 года Суд снова признал его невменяемым И в очередной раз Освободил из-под стражи Но в это время Москва уже готовила Президентские выборы в Чечне На судьбу полковника Снова повлиял Политический пассианс Ну конкретно дело Буданова Допустим, да Тут же суд поменяли И для всех Как бы понятно Что суд пришел с другой задачей И вот последняя комиссия К 10 экспертов Три разных заключения Суд выбирает заключение О том, что он психически здоров Последний вердикт суда Буданов виновен Приговор 10 лет лишения свободы Недавно полковник подал прошение О помиловании Но потом сам его отозвал Власть расписалась в том Что она Не останавливалась Перед тем, чтобы объявить его Недееспособным, слабоумным То есть Его личная судьба На его судьбу было наплевать Но самые тяжелые случаи В современной судебной психиатрии Совсем другие Во время процессов Над серийными убийцами Наследователей Медэкспертов И судей Чудовищно давят Общественное мнение Изуверов Безоговорочно требуют казнить Любой психиатр знает В 9 случаях из 10 Такие преступники Действительно невменяемы Мировая практика такова Если даже самый страшный убийца Признан душевно больным Его вынуждены помиловать И лечить В современной России Это не проходит Андрей Чихотила Самый известный маньяк 20-го столетия За несколько лет С немыслимой жестокостью Он убил 50 человек Психиатрическая экспертиза Признала его вменяемым Но до сих пор Многие независимые врачи Считают этот диагноз Ошибочным Профессор Бухановский Был убежден Что он психически больной человек Но центр сербского Всегда хорошо чувствует Конъюнктуру И уступил Общественному негодованию Сам Чихотила Был твердо уверен В том, что заболел Еще в детстве Признание Чихотила Вменяемым Дало суду основание Приговорить его к расстрелу Другой серийный убийца Сергей Черных Который изнасиловал И задушил Трех девушек Наоборот Получил диагноз Невменяем Его лечили В спецпсихбольнице Через год Крепкий 23-летний парень Неожиданно умер В лечебнице От странной инфекции Есть данные о том Что Сергея Черного Отравили По заказу отца Одну из его жертв В летописи серийных убийц Такой исход бывает часто Это не просто кровная Месть родственников Погибших людей Это прежде всего Демонстрация полной И обоснованной Уверенности общества В том Что современная психиатрия Не способна Вылечить маньяка Он все равно Рано или поздно Выйдет на эту же стезю Вот это вот На мой взгляд Самое страшное То есть Мы на сегодняшний день Пока не знаем Когда я говорю мы Это и врачи И психологи И правоведы Мы не знаем Что с этими людьми делать Признать серийного убийцу Невменяемо Значит дать ему шанс Продолжить кровавый кошмар Из психлечебницы Можно сбежать Или через несколько лет Выйти на свободу Под наблюдение психиатров Хотя никакой врач Не гарантирует Полного выздоровления Такого пациента Мне не приходилось Сталкиваться В уголовном деле С экспертизой Которая была бы заведана По моему мнению Неправильной Сомнения вызывали Некоторые экспертизы Но вот Только Те Которые я Лично знаю Они не могут Рассматриваться На мой взгляд Как заведомо Неправильные И направленные На то Чтобы Ущемить Права граждан Между тем Я прекрасно понимаю И знаю Что к сожалению Далеко не всегда Эти заключения Были Объективными И к сожалению Это давало Повод Но не то Что расправиться А наоборот Понимаете Тут что происходило В тех случаях Когда достаточных Оснований Расправиться Не было Или когда Эти основания Может быть Даже и были С точки зрения Нашего государства Но Власти Боялись Придать Должное Так сказать Звучание Этому делу Вот Признавали Людей Невменяемой И обращали Их Психически больных Как вынести Единственно Верный Вердикт От которого Может зависеть Жизнь И судьба Человека Многие Правозащитники И юристы Говорят Ошибка В судебном Деле Скорее Правовая А не Медицинская Проблема Это не Беда Психиатров Они должны Быть независимы Они должны Подчиняться Только закону Ни политикам Ни давлению Прессы Ни давлению Общества Это все Может быть И общество Должно писать И политики Должны высказывать Свои мнения Но суд Должен быть Независим Это раз И суд Должен иметь Возможность Выслушать Противоположную Точку зрения Необходимо Наличие Состязательной Экспертизы За границей Давно Работает Система Состязательного Правосудия Когда Есть Сомнения В том Здоров Или Невменяем Подсудимый Обвинитель И адвокат Сами приглашают Экспертов Каждый Своего Суд Слушает Тех и других Только после этого Выносится Приговор К тому же В каждой Психиатрической Лечебнице Запада Есть Независимые Наблюдатели Не плачь Все будет нормально Уйдешь В институт Сербского За то Чтобы появилась Такая организация Чтобы в каждой Закрытой Психиатрической Больнице Появился Хотя бы Один Такой Адвокат Гражданства Тогда В общем-то Я считаю Что действительно Система защиты Пациентов Будет еще Более На высоком уровне И закон Не нужно менять Для этого Нужно практику Менять И к сожалению У нас Судьи Некоторые Считают Своим долгом Сажать Хватать И не пущать Особенно Вы знаете При тех или иных Компаниях Когда усилив Эта ответственность То за одно То за другое В западных странах Суд И власть По закону Не имеют права Влиять на вердикт Судебных психиатров За такое давление Там строго Спросят Даже с президента Психиатрия Психиатрия Которая Свободна От хитросплетений Политических интриг И властных интересов От телефонного Права И давления Общества Реально Независимая Психиатрия Единственный Способ Ставить верный Диагноз Любому человеку Кем бы он ни был Но когда Это будет В России И будет ли Вообще Сегодня Не знает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА